Добро пожаловать в Берлогу! И в этом видео ты узнаешь, как подключить проигрыватель винила к аудиосистеме и сколько типов подключения бывает, а также я представлю твоему вниманию топ-5 дисков, с которых можно начать коллекционировать винил. В комментариях к одному из моих предыдущих видео было много вопросов касательно того, как я подключаю свой проигрыватель. Но прежде следует сказать о типах подключения. Как вообще можно подключать свой проигрыватель винила? Итак, если у вас проигрыватель винила со встроенным фонокорректором, вы можете подключать его к комплектным кабелям RCA, правый-левый, через миниджек на активную акустику. Это может быть и маленькая портативная колонка, активная акустическая система, компьютерные колонки, неважно. Ко всему, где есть вход на миниджек. Второй способ, которым пользуюсь я, это кабель RCA на RCA. Также правый-левый канал. Я подключаю проигрыватель винила к усилителю-ресиверу Yamaha. У вас может быть стереоусилитель. У меня усилитель 6.1, это не так важно, потому что потом вы с него раскидываете сигнал на пассивную акустику. И третий способ, это когда у вас в проигрывателе отключаемый фонокорректор, либо его нет. И вам нужен внешний фонокорректор, тогда в эту цепочку встраивается именно он. Для чего он нужен? Фонокорректор служит нормализатором звука, нанесенного на виниловую пластинку, и представляет собой предусилитель, который усиливает сигнал со стилуса, с головки звукоснимателя, поступаемый на фонокорректор, и из него он уже выходит усилитель нормальным, готовым к прослушиванию. Ну и далее также пассивная акустика. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, и у тебя не возникнет проблем с подключением проигрывателя. А я сейчас подключу способом RCA выход на мини-джек в активную акустику, для того, чтобы перейти ко второй части видео, где я расскажу тебе о пластинках, с которых можно начать коллекционировать винил. Итак, первая пластинка, это мастхев любого коллекционера, ну а если у тебя техника от бренда Marley, то и тем более, потому что это сборник хитов Боба Марли, и здесь собрано самое лучшее, между прочим, пластинку мне подарила моя ближайшая подруга, спасибо большое. Достаем диск из конверта, не трогаем за дорожки, стараемся брать за центр, за края, либо за яблоко, центральная часть стикер-пластинки. Всегда указана сторона 1, сторона 2, либо сторона A, сторона B, со списком треков, со списком дорожек. Ставим на опорный диск, скорость выставляем 33 для данной пластинки, поднимаем стилус, чем запускаем вращение опорного диска. И обязательно при покупке проигрывателя купите щеточку. Это как прежде чем купить велосипед, купите шлем, купите щеточку для того, чтобы убирать возможную пыль, мусор с ваших дорожек, что значительно продлит жизнь, как пластинки, так и вашего стилуса. Давайте кинем куда-нибудь. Обратите внимание, какой чистый звук. Нет, потрескивания, шипения, все эти стереотипы о виниле. Абсолютно чистый, качественный, глубокий, с широким диапазоном звук. Ну, еще вот так, случайно куда-нибудь. Отличный трек. Всегда уделяйте достаточное время, чтобы аккуратно снять диск, аккуратно положить его в конверт. Храните пластинки вертикально, потому что если их вложить, они могут деформироваться, потерять форму под собственным весом. Второй диск – это альбом «Блад» 2015 года от моей обожаемой Лиан Ля Хавас. Потрясающее оформление дизайна. Очень приятные цвета, матовая обложка. Он у меня уже был, кажется, на обзоре как-то. Внутренний конверт содержит тексты песен, а также описание людей, которые приложили руку к созданию этого альбома. Внутри – внутренний конверт. Внутри – внутренний конверт. Ну, да ладно. Имеет пластиковое напыление, что также очень благоприятно сказывается на пластинке, когда вы ее вынимаете и вставляете обратно. Кладем на опорный диск. Включу трек «Миднайт», мой любимый с этого альбома. Потрясающий сол с комбинацией R&B. Вообще, певица, исполнительница и автор песен Лиан Ля Хавас. Очень талантливая. На данный момент у нее три студийных альбома. Последний вышел в 2020 году. Я очень жду ее следующих работ. Так, куда я попаду? Отличный момент. Ну, еще куда-нибудь. У нее много спокойных, лиричных треков. Думаю, вот этот. Такое прям кристальное звучание. Если закрыть глаза, будет ощущение, что она вот с вами в одном помещении поет для вас. Прекрасная пластинка для коллекции. для фанатов. Просто для любителей хорошей, качественной музыки. Уделяем достаточно времени, чтобы все это аккуратно запаковать обратно. Поставить на вертикальный стенд. И третья пластинка в нашем списке это Pointer Sisters альбом Hot Together. Следует отметить, что Pointer Sisters это коллектив из четырех сестер на обложке вы увидите три сестры, потому что четвертая покинула коллектив на какое-то время. Занималась сольной карьерой. Но, тем не менее, позже они воссоединились. Хоть и ненадолго. Но Pointer Sisters является образцом звучания диско. Прямиком из 80-х. Несмотря на то, что такая тонкая, легкая пластинка, звук потрясающий. по той причине, что это оригинал 86-го года. Да, 86-й год. Пластинки иногда удается купить старые. И тут надо отметить, что вот эту сторону поставим с одноименным треком Hot Together. Следует отметить, что если у вас есть возможность по адекватной цене и в хорошем состоянии купить старую пластинку, всегда делайте выбор в пользу старого винила. Он всегда будет звучать лучше новодела. Люди, которые в теме знают это, для новичков будет полезной информацией. Это образец диска. Эталон звучания. Такая прям позитивная, мотивирующая музыка. Танцевальная музыка для дискотек того времени особенно. Конечно, камера не передаст, но поверьте мне на слово, диапазон частот, низа, середина, высокие частоты. Конечно, во многом это зависит от акустики, но все равно винил передает это куда ярче. Как сказал один умный человек, уровень акустики определяется ее самым слабым компонентом. Эта фраза во многом определила для меня в каком направлении двигаться. То есть у меня не сразу появился усилитель, не сразу появилась пассивная акустика. Первым моим сетапом был это проигрыватель и активные колонки JBL. Хотя это далеко не худший вариант для начинания. Чтобы понять что это такое услышать. конечно, когда вы собираете уже сабвуфером систему, колонки, усилитель, все это звучит совершенно по-другому. Четвертое место это четвертое не по рейтингу, а просто в данном так сказать хит-параде. Это альбом Riding With The King. Если так расставлять его, он, конечно, бы занял первое место. Это коллаборация BB King'a Эрика Клэптона. Абсолютно легендарная коллаборация. Это эталон блюза. Альбом вышел в 2000 году и получил премию Грэмми в номинации лучший традиционный блюзовый альбом и стал дважды мультиплатиновым. Конверт снаружи бумажный, внутри пластиковый, тяжелючий, 180-граммовый винил. Почему я делаю на этом акцент? Считается, что тяжелая пластинка, масса именно винила, она благотворно сказывается на звучании. То есть, вот эта резонация происходит через деку, опорный диск, все это влияет. Есть даже специальные такие штуки, не помню, как они называются, утяжелитель. Ее ставишь сверху, и она придавливает диск. Послушаем одноименный трек с альбома Riding with the King, катаясь с королем. То есть, да, обыгрывается обложка Эрика Клэптон, везет Би-би Кинга вместе с его гитарой Люсиль. Также надо сказать, что это издание Gatefold. Это папка, раскрывающаяся. Вот такой альбом. Внутри также всегда содержатся какие-то бонусные материалы, фотографии музыкантов, список песен, перечень людей, которые приложили руку к созданию. Это еще одна причина коллекционировать винил. Вы получаете всегда нечто большее, чем просто музыка. Сама по себе музыка уже другая, но вы физически ощущаете все это дело. Итак, Riding with the King. Совершенно потрясающие эмоции. Великолепная музыка. Baby King один из моих просто любимейших блюзменов. Следующий трек. Вот эта вибрато-бабочка. Великолепные, величайшие вещи, которые остаются с нами. Люди жили, творили, создавали это все и теперь у нас есть возможность это послушать аккуратно. Также уделяем время, пакуем все это обратно. данный альбом издавался на двух пластинках. Сейчас я вам покажу. Очень плотно все входит. Конечно, такие издания стоят несколько дороже, чем другие, потому что люди, которые будут это покупать, они уже в принципе знают, что им надо. По моему убеждению, случайно человек такой альбом не купит. Ну, маленькая вероятность. То есть рядом у нас вторая пластинка, сторона 3 и 4. На таких изданиях мало песен с каждой стороны, там по 3-4 трека, в зависимости от длительности. Оставляется больше пустого пространства, потому что виниловый диск, он физически вмещает в себя ограниченное время нанесения звуковой дорожки. 5-й альбом ой, простите, так громко озвучил. 5-й альбом это альбом This Land, это земля от Гэри Кларка младшего блюзмена из Техаса. Совершенно потрясающее оформление, да, это вот та самая причина, почему коллекционировать винил так круто. посмотрите на это оформление. Это глянец. Если у нас перед этим были матовые альбомы, то это глянцевый. Также раскрываем взрыв, буйство красок. Невероятные эмоции. Также тут присутствует вкладыш внутри. Сейчас я вам его покажу. Фотография Гэри Кларка. Один тоже из сильнейших, величайших блюзменов. И также перечень композиций представленных в альбоме. Альбом также издан на двух пластинках 180 граммовых винилах тяжелых в бумажных конвертах. И первым треком идет заглавная дорожка This Land с очень сильными такими словами. За этот альбом Гэри Кларк получил множество наград. В своей лирике он отражает темы расовой дискриминации. и давайте послушаем. Затяжные соло это фирменная карточка музыканта плачущие. У него даже есть фирменная край педалька. Чувствуются эти ритмы регги. Давайте поближе к припеву. Слова очень сильные. Второй трек. Вот эти интересные рифы и грубовая мелодичность, так сказать. Грув вот этот мелодий он прям заряжает энергетикой южной экспрессии. А вот здесь более спокойная блюзовая композиция. Но опять же грув всегда визитная карточка данного исполнителя. На другой стороне у нас кстати вот жемчужный кадиллак это композицию музыкант посвятил своей матери очень личные слова про то как мать дала ему все в жизни да ну включая жизнь разумеется самым и далее заботилась и он рассуждает над тем о том что мама никогда не просят ничего в ответ а он бы хотел подарить ей весь мир именно для этого он покидает дом на своем жемчужном кадиллаке чтобы заставить ее гордиться собой добиться успеха я понимаю твою жертву мальчик совершенно потрясающие эмоции дарит вот этот обряд медитация до свинила ну это один из способов замедлиться в жизни уйти от навязанного темпа ритма и насладиться мгновением когда ты чистишь пластинку упаковываешь в конверт все так как расценивать с тобой некий ритуал и обязательно ставим пластинку вертикально ну что ж большое спасибо тебе что-то уделил внимание этому выпуску оставь свое мнение в комментариях я буду очень благодарен также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал ссылку ты найдешь в описании я ежедневно публикую плейлисты подборки и новости из мира музыки и не только до новых встреч в берлоге слушай винил